Специалисты, изучающие поведение животных, оказывают неоценимую услугу нашему миру, развеивая мифы и сохраняя близость человека с природой. Некоторым животным они откровенно спасают жизнь, пробуждая в человеке понимание и сострадание. Сегодняшняя история меня действительно удивила, и думаю вас не оставит равнодушными. Смотрите до конца, будет интересно. Потрясённый плачевным положением волков в стране, американский натуралист и писатель Джим Датчер решился на удивительный эксперимент. Получив разрешение от лесной службы страны, он в 1990 году поселился в палатке на окраине безлюдной местности Соутут в Айдаху. Через некоторое время он написал жене. Джейми присоединилась к нему, оставив работу в национальном зоопарке в Вашингтоне. Накопив огромный практический опыт общения с животными, они начали новый проект, имеющий целью доказать людям, что все рассказы о злобности и коварстве волков являются полной выдумкой. Что эти звери имеют эмоциональные связи и привязанности, добычу убивают только для пропитания и человеческие жилища обходят далеко стороной, не считая случаев крайней необходимости. До начала эксперимента Джим многие годы занимался съёмками дикой природы. Джейми имела опыт практического общения с дикими животными в зоопарке, поэтому они понимали, как нужно проводить внедрение в стаю. Им приходилось жить в холоде. Супруга писала, что зимой с утра волосы иногда примерзали к лицу, но вокруг всё было неожиданным и каждый день ждали новые открытия. Они прожили фактически в стае до 1996 года. За это время супруги наблюдали за социальной жизнью животных, записывали их звуки в разных ситуациях, снимали на плёнку и завоёвывали доверие. Многих волков стаи Джимми и Джейми знали щенячьего возраста, и на их глазах те росли и становились могучими матёрыми особями. Супруги были свидетелями сцен смены вожака, продвижения членов стаи по иерархической лестнице, которая в волчьем обществе играет важнейшую роль. Их наблюдения полностью опровергли мифы о глупости и необычайной злобности животных, их большой опасности для человека. Супруги выяснили интересные факты. Каждая стая живёт в соответствии со строгой иерархией. Жизнью всех животных руководит альфа-пара – самец и самка. Только они решают, где остановится стая или выбирают места для охоты, занимаются воспроизводством поголовья. В сытные годы это разрешается следующему по иерархии самцов. Животные в стае имеют свои привязанности, предпочтения в занятиях и образуют семьи. Волки среднего уровня иерархии всегда много ссорятся и соперничают, особенно за туши животных. Поэтому важна роль особей, занимающих низшую ступень стаи. Они затевают игры и борьбу, чтобы снять напряжённость между сородичами. К ним придираются, но и по-своему любят. Когда однажды случайно погиб такой волк, вся стая оплакивала его и выла. Игр не было шесть недель. Сородичи как будто пытались позвать его обратно. А ещё они стали свидетелями того, как самец-волк почти по-человечески оплакивал свою погибшую подругу, выражая, как показалось людям, скорбь и печаль от её утери. Учёные жили в стае, приносили им добычу в виде туш убитых животных, внося свою лепту в охоту. Как рассказывают Джим и Джейми, мы действовали, учитывая условия стаи и не подходили к ним, если они нам не показывали, что не против нашего присутствия. Каждое утро мы шли к ним, покидая палатку, и они встречали нас, приветствуя словно членов своей стаи. Люди перенимали привычки волков, отдыхали вместе с ними, играли с волчатами, фотографировали, снимали видео, записывали звуки. Волки приняли их доброжелательно. Так продолжалось 6 лет. Джим с супругой за долгое время общения с волками сняли 3 документальных фильма и написали 8 книг. Особенно радовало супругов, когда им писали охотники и говорили, что поменяли своё отношение к этим животным и теперь не хотят убивать тех, кто, как и люди, имеют семьи и друзей. После 6-летнего периода в Айдахо их стая была перевезена в Ялоустонский национальный парк в рамках программы восстановления популяции. Через год после расставания Джим и Джейми решили съездить на новое место обитания своих любимцев, чтобы узнать, вспомнят ли их волки. Животные их узнали. Они лизали лица людей и скулили. Супруги были потрясены и счастливы. Джейми назвала этот момент самым счастливым во все их миссии. Судьба на всю жизнь связала супругов с волками. В 2005 году они создали некоммерческую организацию «Жизнь с волками». Джим и Джейми всячески способствуют распространению правдивой информации о ганимом виде, делясь своими знаниями и опытом. Проект, начавшийся два десятка лет назад, спас уже немало волчьих жизней. Увидев фильмы и прочитав книги, вы не сможете просто так поднять ружье на лесного красавца, который тоже имеет право на жизнь, любовь и свой уголок земной цивилизации. На этом всё друзья. Делитесь этим видео с друзьями и близкими. Эта история действительно поражает. Пока.